Я закончила Барнаульский медуниверситет по специальности педиатрия. Сначала я работала два года в детской поликлинике, а потом из педиатров переучилась на наунотолога. Потому что это интересно. Елена Мартынова в неунотологии 23 года. Она присутствует на родах, первая определяет общее состояние ребенка, дает оценку по шкале АБГАР и оказывает новорожденному всю необходимую помощь. Например, если малыш не может самостоятельно начать дышать. Вот у нас есть специальные реанимационные чемоданчики, с которыми мы ходим на каждых родах. Там обязательно лежит мешок АБУ, ларингоскоп. Потому что когда дети рождаются в асфиксии, но у нас, кстати, такое бывает очень редко, то мы оказываем реанимационную помощь. Либо это просто мешком АБУ дышим, то есть помогаем легким раскрыться. Если ребенок тяжелый рождается, то тогда интубируем. Именно неунотолог спасает недоношенных детей, которые появляются на свет раньше положенного срока и физически не подготовлены к жизни. Врач оказывает таким малышам реанимационную помощь, а затем выхаживает их в кувезе. Так называется инкубатор для новорожденных. Подается влажность в кувез. Если необходимо, то кислород подается. Определенная температура задается. Наша задача – это имитация утробы матери. Чтобы такая же среда была, как и у мамочки в животе. Для Елены Николаевны важно сохранить жизнь ребенка и не пропустить развитие у него наследственных болезней, которые способны спровоцировать инвалидность. Для ранней диагностики проводится расширенный неунотальный скрининг на 36 генетических заболеваний и другие обследования. Это позволяет выявить опасные патологии до появления симптомов, предотвратив развитие угрожающих жизни осложнений. Кроме неунотального скрининга, еще два скрининга проводятся у новорожденных. Это кардиоскрининг и аудиологический. Он регистрирует, фиксирует, слышит ребенок или нет. И кардиоскрининг. Цель этого скрининга – выявить пороки сердца. В родильном отделении окружной клинической больницы особая атмосфера чистой новой жизни и счастья, пришедшего через боль. Здесь даже посетитель не может остаться равнодушным. А уж медперсонал тем более пропускает все через свое сердце. Когда рождается ребенок, происходит очищение у тебя. С каждой новой жизнью как будто… Заряжает. Да, заряжает. Особенно, когда мамочки бывают радуются, что у них наконец-то ребеночек родился. Они лежат, улыбаются, спасибо всем говорят. Это же тоже приятно. На практике неонатолога бывало всякое. Спасение детей весом меньше килограмма, выхаживание малышей, родившихся в результате многоплодной беременности и появившихся на свет вне роддома. Были и не выжившие новорожденные, что потрясало врача до глубины души. Профессия у Елены Мартыновой – одна из наиболее ответственных и сложных в сфере медицины. Но она настоящий профессионал, поэтому храбро продолжает свою важную миссию. Лилия Матиенко, Данил Илебаев, телекомпания «Пытьяхинформ».